Между двух железнодорожных мостов в черте Грода Волхов прямо из реки возвышаются старые опоры. Поколение детей, родившихся после 2000 года, возможно и не помнит, а то и вовсе не знает о существовании в этом месте значимой постройки. В этом видео будет рассказано о том самом историческом сооружении, которое во многом послужило становлению и развитию нашего города. 5 мая 1901 года Николай II утвердил строительство железной дороги от Санкт-Петербурга до Вологды. И в ноябре началось строительство первой подобной ветки, пролегавшей через наш край. Царское правительство хотело как можно скорее связать северные и восточные районы с центральной Россией. В июле 1901 года начальником изысканий был назначен опытный инженер, железнодорожник во втором поколении Валериан Саханский. Особенно тщательно он выбирал место для Петербурга-Вологодской дороги, место переправы через Волхов, ведь от этого зависело направление прохождения магистрали. Южный с мостом в районе Гостинополия вариант был короче, северный через Ванку оказался длиннее, но там болот было меньше и строительство моста упрощалось. В итоге выбрались северные напротив деревни Дубовики, чуть ниже знаменитых Волховских порогов. В строительстве принимало одновременное участие около 4000 рабочих, для чего необходимо было соорудить бараки для жилья, арендовать его в ближайших деревнях, заготовить инструмент, спецодежду, еду и организовать медицинскую службу. Вскоре после начала строительства работ на 114 версте от Петербурга было выбрано место для будущей станции, которая получила название «Званка» по ближайшей деревне на левом берегу Волхова. Появление этой станции, которая с 1934 года стала называться «Оховстрой-1», было обусловлено тем, что в деревню по реке поступало большое количество металлических конструкций и рельс из Петербурга, а также цемента из Чудова и других строительных материалов, которые затем лошадьми развозились по сооружениям. Кроме того, планом строительства предусматривалось сооружение железнодорожной ветки протяженностью 12 верст, которая перед рекой сворачивала направо и шла вдоль берега до деревни Свинкино. Однако эта отвилка строилась за частный капитал. С весны 1902 года приступили к земляным работам и труднее всего пришлось на Вячковском и Зеленецких болотах, где пришлось сооружать тщательные водоотводы на большие расстояния. И к осени 1903 года такие работы были почти полностью закончены и началась укладка пути. На одну версту приходилось 1400 еловых шпал, а по мере укладки полотна по нему начали ходить рабочие поезда со строительным материалом. Затем началось строительство большого железнодорожного моста через реку Волхов. Но это была не первая постоянная переправа, и в середине века подобный деревянный мост существовал в начале Волховских порогов у деревни Вельцы. Автором этого грандиозного по тем временам проекта стал ученый-профессор Московского инженерного училища Лавр Дмитриевич Проскуряков. Он получил мировую известность за мост через Енисей, который на тот момент являлся самым большим в нашей стране, и он же стал прототипом для моста через Волхов. Его строительство началось в сентябре 1902 года, о чем напоминает специальная плита, установленная на левой береговой опоре в 2001 году, которую вскоре похитили, и на этом месте была закреплена ее точная копия, которая теперь находится в городском музее. Из текста на этой плите мы узнаем и об остальных руководителях этого сооружения, одним из которых был Фисенков Владимир Акимович, автор книги «Постройка моста через реку Волхов на Санкт-Петербург, Вологодской железной дороге». Мост через реку Волхов длиной 376 метров начат в сентябре 1902 года, окончен в марте 1905 года, при начальнике строительных работ инженере путей сообщения Саханском. Производитель работ инженер путей сообщения Фисенков. Конструкции для моста были изготовлены на заводе «Рудский» в Санкт-Петербурге. Материалом для строительства моста послужил колотый валунный камень, который доставляли на судах с острова Валаам, а песок – из сельских рядков. Первым был заложен устой на правом берегу реки осенью 1902 года, а с наступлением зимы, когда лед стал вполне устойчивым, строители приступили к установке кессонов на дно Волхова. В течение 16 дней, начиная с 29 января, шла установка первого кессона. Так как время, отведенное для установки кессонов, было ограничено, требовалась энергичная работа. Люди работали и днем, и ночью в четыре смены. Привычные кессончики выдерживали по две смены, местные же только одну. Летом следующего года начался монтаж моста. Для обеспечения безопасности работ на это время было прекращено судоходство на реке Волхов. Самым сложным оказалось собрать большие пролеты моста. С помощью плывучих опор осуществляли надвижку ферм на бетонные устои на высоте в 30 метров над водой. Более ста человек участвовали в установке только одной фермы. Во многом эта работа зависела от погодных условий. Так, во время установки первой фермы разразилась сильная буря, из-за которой на стройке произошла крупная авария, затонула опора, судно, и ферма сошла с устоев. Потребовалось дополнительное время и силы, чтобы возобновить надвижку. В марте 1905 года строительство было завершено, а 7 мая того же года был принят государственной комиссией. 1 января 1906 года началось регулярное движение грузовых и пассажирских поездов. Через станцию Званка до Санкт-Петербурга каждый день ходило по 5 поездов, один из которых скорый. Обычные шли 3,5 часа, а скорый всего 2 часа 18 минут. Сама станция была открыта 30 июля 1904 года. Располагалась она в 2 километрах от будущего моста и имела всего 3 пути, проходившие мимо приземистого деревянного здания вокзала. Нынешний же вокзал расположен дальше того места и является одной из самых красивых достопримечательностей нашего города. Веерное депо, построенное вблизи станции, было оборудовано несколькими станками. Штат его сотрудников составлял 40 человек. А в отчете о его укомплектовании необходимыми механизмами можно прочитать следующее. Рядом со станцией вырос поселок. Вплотную к домам, а их было не более двух десятков, прилегал лес. В 1906 году уже поступило предложение от гласного Новоладожского уездного земского собрания князя Шаховского создать платформу в деревне Дубовики. В будущем станция Волховстрой-2 для остановки поездов и высадки пассажиров, от которой впоследствии началось проектирование направления на Мурманск. Толчок дальнейшему железнодорожному строительству дала Первая мировая война. В то время правительству России необходимо было установить надежную связь с союзниками через Северный Ледовитый океан. Именно по этой причине в 1914 году и началось строительство Мурманской железной дороги. Она должна была стать важной транспортной коммуникацией, а также способствовать освоению природных богатств Русского Севера. В 1915 году начал эксплуатироваться участок Званка-Петрозаводск протяженностью 280 километров. В 1917 году было закончено строительство всей Мурманской дороги общей протяженностью 1328 километров. С этого времени станция Званка приобрела значение крупного железнодорожного узла, обеспечившего связь центра России с Беломорием. И в этом же году особым циркуляром по Мурманской дороге были переименованы несколько станций, в том числе и станции Михаила Архангела, которые назвали Мурманские ворота. Большую роль сыграл Званковский железнодорожный узел во время строительства Волховской ГЭС. Во время войны, на случай разрушения ветерана, для страховки рядом был построен временный деревянный мост, так как гитлеровцы постоянно пытались его разбомбить. Вот на этом месте до сих пор осталась железнодорожная насыпь, ведущая к тому самому мосту, и утром 1 июня 1943 года, во время очередного налета вражеской авиации, был разрушен средний пролет деревянного моста, который легко было заменить, а в основной попала лишь одна бомба в габариты первой фирмы. Но в тот же день в 16.30 в небе показалось сразу сотня самолетов, 60 юнкеров и 40 истребителей для их охраны. А вот как об этом писал один из очевидцев, они шли на высоте 2000 метров, зенитный огонь не мог справиться с этой армадой. Один за одним они выходили на мост в одной и той же точке и пикировали. И валили, валили бомбы. Те рвались возле него, поднимая облака пыли и столбы воды из реки. А судя по взрывам, каждая бомба была не меньше тонны. Наконец они ушли. И когда клубы дыма и пыли осели, мост предстал перед нами целый и невредимый. И вдруг спустя всего три часа, когда по его настилу шли люди, первая от берега фирма сошла с быка и медленно стала клониться к воде. Люди, почувствовав катастрофу, побежали к берегу. Но уклон становился все круче, и некоторые погодились в воду, где их тут же спасли на мотоботах. И в 20 часов 27 минут фирма окончательно рухнула. Но уже через пару дней мост начали восстанавливать, так как на этот случай в лесу на путях уже стояла готовая собранная фирма. И спустя 19 дней движение по нему было возобновлено. 5 января 1988 года был принят в эксплуатацию новый железнодорожный мост. Его сооружение монтажниками из мотоотряда номер 11 началось в 1983 году, параллельно со старым. Затем, в 2003-2004 годах, был заведен и третий мост, опоры которого монтировались вплотную к опорам первого моста, из экономических соображений. А уже в 2005 году, ровно через 100 лет после его постройки, демонтировали тот самый первый мост, от которого теперь остались только опоры. Так окончилась история развития очень важной по тем временам железнодорожной развязки, проходившей через наш город. И только молчаливые опоры, выглядывающие из темных вод Волхова, напоминают о тех временах. Продолжение следует... Продолжение следует...